Всем привет! Рада снова вас приветствовать на канале Кузняшки и я его ведущая Наташка. Недавно я была в ресторане и пробовала такой рецепт, как сковородка с овощами и с рыбой. И я хочу с вами поделиться этим рецептом. Этот рецепт очень прост, минимум затрат и тысяча вкусов. Для этого нам понадобится рыба с минимум количеством костей. Наш основной ингредиент это рыба. Я буду использовать морского окуня. Из овощей мы выбираем сладкий перец 4 штуки, 1 морковка, лук большой, можно взять для любителей брокколи, пол лимона и зелень для украшения, подсолнечное масло для обжаривания, французская горчица, соль, перец по вкусу. Из приправы мы возьмем розмарин и сушеный базилик. Теперь я займусь рыбой, ее необходимо разделать. Для начала обрежем плавники. И эти плавнички мы не выбрасываем. Это отличная находка для супа. И верхнюю часть плавника мы срезаем ножницами. Очень аккуратно, потому что мы можем уколоться и занести какую-то инфекцию. И плюс в том колючки ядовитые. И отрезаем голову. Такой поперечный срез. И с другой стороны. Теперь отделяем филе от костей. И вот мы имеем с вами два филейных куска без костей. А грибет пойдет на суп. Теперь разрезаем филе на пополам. И вдоль. Приблизительно по 4 сантиметра. Такими кусочками. И сразу же отправляем в сковородку. И после шипения выкладываем рыбу от себя. И обжариваем на большом ламе 2 минуты. Нам не уходимо зажарить рыбу до золотистой корочки. Солить ее во время обжаривания не нужно. Мы ее посолим в конце. Чтобы она сока не пустила. А держала его к себе. И как только мы получаем такой румяный цвет. Мы рыбу слегка подсаливаем. И выжимаем лимон. И сразу же рыбу выкладываем в тарелку. Пусть пока отдохнет. И мы к ней еще в конце вернемся. Потому что ее не уходимо будет еще протушить. А теперь мы занимаемся овощами. Нарезка. Нарезаем сначала лук. Лук режем полукольцами. И отправляем жарить в сковородку. Тоже подсолнечное масло, где мы жарили рыбу. Морковка с полукольцами. Морковку сразу же выбрасываем после нарезания в сковородку. Перец очищаем от семечек. И нарезаем кубиками. Желательно крупными. После того, как мы будем иметь золотистый цвет у лука, мы можем бросать брокколи. И так же высыпаем перец. И обжариваем все овощи вместе на большом огне 4 минуты. Когда овощи у нас уже полуготовы, мы можем всыпать сок по вкусу. Горчицу по-французски. Три чайной ложки достаточно. Это по моему вкусу. Теперь засыпаем приправы розмарина. Сушеный базилик. И молотый перец по вкусу. И тщательно перемешиваем. Сочетание специи и французской горчицы уже придало такой аромат и вкус, что и рыбы не надо. Такая вкуснятина. Возвращаемся к рыбе. Выкладываем на овощи кусочки нашей рыбы. И на маленьком огне протушиваем под крышкой 5 минут. И можем подавать к столу. Можем украсить зеленью для свежести. И вот такое простое и недорогое блюдо у нас получилось. Вам приятного аппетита! А с вами была я, Наташка, и мои вкусняшки. Спасибо, что просмотрели мое видео. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. И всем до скорой встречи. Пока-пока! Пока-пока!